Мы зашли в фикс прайс. Саша, смотри, полочка какая интересная. С крючочком. В душ? В летний? Ну, хоть в душ летний. А почему нет? Положить тут что-нибудь. Платить поесть? Да. Сколько стоит? 200 рублей. А зачем тебе? Она вот по стенке пройдет или не пройдет? Вкручивать-то. В душ наружу вешать. Платинчик вешать. А почему на стенку не пойдет? Что у тебя стенка уже что-то? Такая вот стенка маленькая. Какая стенка маленькая? Я тебе потом покажу. Я про другую стенку, а ты про другую. Так, а там что интересно? Новинка. Пробковая доска. На нее, наверное, записульки всякие. Так, это что такое? Медальница. Димочке надо будет медальница. Новогоднее украшение почему-то. Птички, пожалуйста. Поздравление для коллеги. Светильники, светильники. Домик пряничный. Копилка. Шкатулка. Смотрите, какая интересная. Да с перчиком. А здесь Прованс. Смотрите, красота какая. Экран для записи. С ЛД-подсветкой. Купить кофе. Горосшего дня. Экран для записи. Так, сад огород. Позорчики. Позорчики. Да. Да. А, видите, как лапушка. Она такая. Земелька. Грунт. Да-да-да. Я делаю. Саш, мне белизна нужна. Нет, и вон она белизна. Это кто-то. Только с груди. Сейчас. Тебе же нету. Кончился для головы. Абонь. Да. Гель для душ кончился. Гель для душа. Что-то вот как-то пузырят. Сейчас мы найдем. Для душа. Это, наверное, тут тоже, что ли. Гель для душа. Гель для душа. Сейчас выберем. Глина для лица. Интимная. Гель для душа. Все неизвестное пока для меня. Фа. Пожалуйста, есть Фа. Крем-мыло. Яичный шампунь. Гель для душа. Я такие фирмы не знаю. Наверное, вот это вот возьмем Фа. Дома или там? Нет, там. Там? Ну, бери, раскончается. Такой взять, чем другой? Да, бери любой. Ну, здесь есть по 18. Ты хочешь сэкономить? Вот про что я смотрела. Набор пачули с палочками. У нас там на даче закончилось. Саша, а это вот, видишь, ароматизированный. Вот сюда ставишь вот эти конусы, и конус лаванды пахнет. На даче поставить. Там сколько штуков? 30 штук с подставкой. Вот это лаванда. Ваниль роза. Пачули. Пачули у нас уже было. Так. Жасмин. Ну, я думаю, лаванду надо взять, да? Да, вот какие-то важные. Для бани, что ли, хочешь? А, слушай, эвкалипты. Не верно уже есть, да? Кедр. Эвкалипт. Вот эти эвкалипты. Да. Можжевельник. Тебе надо для чего? Для рыбалки? Кедр. Можжевельник. Можжевельник. Не надо тебе кедр-можжевельник? Да. Ну, бери. Можно, да? Ага. Это же все-таки рыбак у нас. Мапушка, Голя, иди сюда, я нашла чёстку для Грея. О, секунду. О, какие-то там есть пошибачи-то вазочки. Горшков больших нету, да? Сейчас, сейчас. Кошачьи мы теперь обходим стороной. Баночки для анализов есть. Контейнеры новые. Видите, они как ставятся друг на друга, разные. Щётка какая. Интересная. Носки с гелем и покрытием. Ситочка для умывания. Так, Иваныч там возле строительства стоит. Чё тут новенького? Ничего? Молоточки не надо тебе? Для ножей приклеиваются. Угу. Я всегда боюсь это. Вдруг упадёт, ваткнётся куда-нибудь. Да, я слышу, иди сюда, не отходи. Ну, здесь ничего нового, да? Да нет. Всё старое. Всё старое, да. Новенького ничего нет. Корзина для белья красивейшая какая-нибудь. Кухонные полотенчики. Россия, Ивановская область. Саша, куалетная бумага у нас как? Есть пока. Да, пенсий хватит? Ароматизатор, что ли, смотришь? Вонючку? Нет, антидосик. Написано, где-то нет. Очки надо с собой брать. Да я его знаю. У меня же было. Парик, какой фонарь. Мобильный фонарь. Лапочки не надо? Нет. А это что такое интересное? Часы электронные с подставкой для ручек. Часы электронные, Саша. Наверное, будет так же. Наверное, так же будет гореть, как и лампа светодиодная. Месяц, наверное, только в использовании была. Мы, наверное, здесь ее и брали. Что-то сейчас нету. Нету? А то я покажу людям, какой брали. В общем, длинненькая такая была, как она. Ну, светодиодная же называется, да? Ну, в общем, перестала гореть совсем. Да. Ручка-корректор. К школе уже, наверное, люди готовятся. Тут что у нас? Труселяшки мои любимые. Супер. Так они мне нравятся. Прелесть. 44-й, я 46-й была. И на мою опу полезли. Прелесть. Детские трусики всякие. На мальчика, на девочку. Подставка для обуви. Подушечки. Худенькие, беденькие. Ой, господи. Да и ее интересно. Коврик. Детский коврик, наверное. Смотрите, вешалки какие. Тут очень... Ну, много брюк повесишь. Выгодно. Емкости какие интересные. Нуре увидел? Да. Вот, Саш, наверное, смотри. Вот это нам мелкий. Вот маленькой пачкой это всегда мелкий чай. Вот он. Ну, у меня вроде большая, а и мелкий почему-то. Она большая и мелкая. Да. Ты хочешь посмотреть? А что там, кончается чай у нас? Да как крупный. Да это опять пакетики. Пакетики. Это пакетики? В пакетиках опять. Тут одни пакетики, походу. Ой, сладости, пожалуйста. 149 рублей. Цена уже как-то 150. Пирожные. Сливочные. Ну, я такие вещи не беру, но боюсь я. Такая-то, что хрустящие какие-то такие. Со вкусом сгущенки. Вафельки, печеньки. Хустовары. Хустовары. Что нам в хустоварах-то надо? Вот, печатки. Пакет нам не надо. Я взяла уже, пакет-то взяла. Меламиновые губочки есть. Пипси. Щеточки. Это новинка, наверное, не было. Еще вот из новинок хлебница появилась. Прям почти как это. Степпервара передрали. Ну, почему бы нет, да? Хлебница. Производства России. Узкие контейнеры. С крышкой вот эти вот контейнеры. Я не знаю, они новые, нет? Но они вот такие вот, невысокие. Саша, нам губочки нужны. Что-то маленьких не вижу. Такие, что ли, зайдет? Ну, это большие двойные. Да, это. Тебе шваборочку такую не надо? Нет. Ну, она что-то... Пакет нам не надо? Не надо, я купила. Смотрите, какая корзиночка хорошая. Собирать. Фрукты собирать. У нас закончились фрукты. Поэтому собирать нечего. Смотрите, какие контейнеры. У нас же есть только на даче. Ну, зачем спрашиваем? Интересно. Так, тут у нас что? Контейнеры. Зачем их туда так поставили? Не вытащить. С крышками контейнеры удобно, если хранить овощи, лук, картошку. Ну, а зачем тогда вести с деревьев? Это она берет. Это уже я. Ну, вон. Ну, вон. Ну, вон. Вон, вон. Она уже берет саму. Она уже берет саму. Контейнеры интересные. С крышечкой. Банка для солений. Кувшин на четыре чашки. Пластиковый кувшин. Вот нам вилки нужны. Ну, вот не представляете, я не знаю, из чего это сделано. Сейчас посмотрим. Полистирол. Конечно, я их не возьму. Пластик. Легкие-легкие. Не-не-не, мне такое не надо. Ни в коем случае. В рот тискать это не будем. Так, скатерть под лаванду. Ой, как рассыга. А здесь не очень. Крышки, пожалуйста, вам. Терочки. Смотрите, банки какие интересные. Интересные банки. А это что? Для водички, наверное, какой-то странный. Подносики фламинго. Я вот тебе говорила, Саша, если вот так на дачу поставить и закрыть, чтобы это мухи не лезли и осы. Но она непонятная мне, она с чем-то там. Видишь? Она двойная какая-то там. Можно, конечно, две использовать, но сейчас пока нет. Какая-то емкость еще за квасом ходить, да, Саша? Или за пивом. Многоразовое использование. Нет, не попрекли? Почему? Не вставляют там. А, не попрек, говорит. И можно я смесь возьму? Посмотрите, не спрашивает. Можно я смесь возьму? А если я скажу нельзя? Положу. Все равно положишь? На место. А, на место положишь. Саша, смотри, какая банка. Это для чего такая банка? Банка с краном. Три литра. Ой, сюда кран вставлять? А для чего это нужно? Ой-ой, чего только не придумают. Стекло. Что-то мне кажется, такая ерунда. Деда, ковырявку возьмем? Так. Маленько. Ой. Уронила. Прям с крови стоят. Уж вред. Нельзя банки видеть какие. Для хранения. Вот интересные какие баночки. Тоже для хранения. Смотри, деда, какая баночка интересная. Подварельница и подчета. Хи-хи. Ой. Это что это такое за набор? 99 китчен. Нержавеющая сталь. Это тебе не так себе. Что это за нержавеющая сталь? Ну, китайцы так решили, что это нержавеющая сталь. Посмотрите, набор емкостей. И кругленькие есть. Ох ты, господи, какая тяжелая это. Ну, пока моим глазам ничего не приглянулось больше. Для чего? Чайник электричный. Ты что, правда, что ли? С ума сойти. Ну, это наподобие моей кофеварки, да? Которую мы привезли. Ну, нет. Пластик нагревать нафиг надо. Пластик нагревать не будем. Кружки нам тоже не нужны. Нам дочка подогнала в этот раз еще две кружечки. Так что нам хватает. Кому интересно кружки. Посмотрите, какие. Вот эти покупочки у нас из фикс-прайса. Сейчас что на дачу поедет. Это для выгребных ям и септиков. Нужно развести. По-моему, в ведре, да, Саша? Разводится и выливается. Так, Санек купил вот это масло эвкалипта. Говорит, для рыбалки ему надо. Девчонки, чек не взяла. Не знаю, не могу ничего сказать. Вот эти вот палочки зубные. Но более-менее они толстенькие. А то до этого мы купили прямо это, горе одно. Ломается. Когда начинаешь зубки чистить, ломается. Губочки взяли. Закончились у нас. Санек берет вот такую вот с него. Неплохая. 55, что ли, Саш? На даче закончилась жидкость для мытья посуды. Также гель для душа. Ну, более-менее. Вот Фа взяла, знаю, потому что эту марку, ну и белизну взяла, тоже закончилась. И вот такая была покупочка. Сейчас мы откроем и посмотрим, что там. Ой, какой запах. Так, что с ними делать, интересно. Достаньте конус из упаковки. Поднесите пламя к конусу и подождите, пока он загорится. Как только появится небольшое пламя, аккуратно задуйте его. После этого вы увидите поднимающийся из конуса тонкий столбик дыма. Установите конус на подставку. Через 30-60 секунд вы почувствуете аромат. Я думала, без поджигания как-нибудь тоже будет источать аромат. Смотри, Саш, даже пахнет без этого. Ну, с этим она намного лучше. Ну, что, подождем. Надо же показать. Шпички. Шпички давай. Иди сюда, свое мнение скажи. Ну, и есть аромат такой, который палочки-то и индийские, которые были. Есть, есть аромат. Не знаю, чем, но есть. Ну, конечно, вот то, что я для дачи покупала, в жидкость составляются вот эти вот палочки из можжевельника, из чего, не знаю. Мне кажется, как бы, лучший аромат. Просто он из таких, как бы, всю комнату обволакивал вот этим ароматом, и был лучше. А здесь в основном есть какой-то чуть аромат, но пахнет в основном дымом. Он вот так вот встает. Есть, да? Есть, есть, есть. Ну, стоит, да, для дачи. Ну, для дачи пойдет. Для дачи, да, потому что у нас неприятно... Романтическую обстановку создавать. Ой, вы слышали, да? Романтика-то мой.